Динамо-Локомотив. В те времена, когда российский хоккей на уровне сборных ничего не выигрывал, это противостояние считалось классикой жанра. Затем на ведущие роли вышли команды Уфы, Казани и Магнитогорска. Но классика от времени не дешевеет. Очередная битва исключением не стала, правда, поначалу соперники состязались лишь в собственных ошибках. Первый период стал торжеством одиноких. Сначала гости забыли у своих ворот Карла Рахунека. Спросите у любого. Так делать категорически не рекомендуется. Следующим брошенным стал форвард Динамо Дмитрий Шитиков. Его щелчок с чистого льда стал для вратаря локомотива Георгия Гелашвили неподъемным. Забегая вперед, скажем, что защитники ярославцев слишком либерально относятся к желающим потолкаться с Гелашвили соперником. Вот и приходится Георгию то без клюшки спасать команду, то в гордом одиночестве аккуратно падать, чтобы не получить травму. Тему одиночества продолжил железнодорожник Галимов. На этот раз оплошала Динамовская оборона. После перерыва свое веское слово сказал Иржи Гудлер. И снова одинокому чеху противостоял также обделенный вниманием Гелашвили. Довольный заброшенной шайбой Гудлер не удержался от комплиментов в адрес гостей. Легко забил, легко поблагодарил. Ярославль один из топ-клубов КХЛ. В локомотиве очень солидный состав. Особо отмечу защитников. Их не так просто обыграть. В ближайшее время в КХЛ топ-клубов может прибавиться. В лигу рвутся шведские команды. По мнению динамовцев это только плюс. Но это как минимум в следующем сезоне. А пока Европа проникает в КХЛ другими способами. В протоколе матча только в разделах голы передачи и удаления отметились Иржи Гудлер, Карл Рахунек, Матиас Вейнхандель и Линус Омарки с Динамо. А также Сбынек Иргл с Йожифом Вашичиком из Локомотива. Лучшим игроком матча был признан Карл Рахунек.